Послезавтра будет самый большой праздник. Я понял. Последствия откуда ты? Неоткуда, я на своём месте сижу, никуда не выходил ещё. А на каком-то своём месте сидишь? Где ты находишься? Это город Барнаул, Алтайский край. Вот молодец, догадался, что сам. А другим надо разъяснять, откуда ты, откуда ты приехал. А я сижу на одном месте, говорю. Алтай, жительница Сибири. Красноярский край. А соседи наши. Я в курсе. Мы когда ездили, миссионерская поездка была. Господь мне позволил издать 38 томов книг. Я решил подарить библиотеке. У вас в Красноярске библиотеке мои книги. Игнатий Лапкин. Вот у нас, где живу, Курагин, у нас только, знаешь, единственная церковь деревянная, самая классная. У нас она построена из гривна. Ну, слава Богу. Представляешь? Везде каменная, а у нас деревянная. Поэтому я люблю свою Курагинскую. Ну, видите, вот деревянный шпиль-то на Нотр-Даме сгорел. Дю Пари. Да и хрен на них. А, у них... Только вы не ругайтесь, смотри, чтобы мне одного слова плохого не сказали. Я как бы хрен это такое, литературно считаю. Ну, лучше пока не надо, а то подумают, не ладно. Я понял. Так. Мы... Мы свою березем, наша не сгорит. Мы всем людям показываем, как надо жить. Ай, отец, сложно людям сейчас показать. Людей сейчас другие ценности. Ну, правильно. Другие идеалы. Руки не опускай. На другого Бога люди молятся сейчас. Да, мамона. А кто на кого? Богатство. Кто на что горят? Богатство. Чтобы любыми путями оторвать деньги. Ну, и в том числе, богатство. Кто-то, отец, не на деньгах, а кто-то на шмотках помешанный. Кто-то на гаджетах. Кто-то на материальном. Кто-то, конечно, мамона на деньгах. Кто куда? Господь сказал, говорит, не можете служить Богу и мамоне, богатцу. Иначе об одном будешь родить, а о другом не родить. Да. Как стараются сейчас народ вроде бы и боятся. И о Боге подумать. И пытаются ухватиться, как говорится, за двумя зайцами погнаться. И там, и там быть хорошими. Но не упуская своего такого. Это плохо, что не соблюдают заповеди Божьи. Молиться надо семикратно в день. 118-й псалом, 164-й стих. Что сделаешь? Людей все больше и больше. И каждый со своими приколами. Что сделаешь, отец? Я вот сейчас сам, нет-нет, бывает, что просто некогда в церковь зайти. Просто что-то работа, туда-сюда, зашиваясь. Тогда могу, сразу иду. Как получается? Если человек верит в Бога, он должен признавать и церковь святую, православную. Вы еще, как бы, вы сами церковный человек, скажем так? Ну, я чтец, как, ефрейтор. А брат, брат, брат у меня, он, пресс-митер, это, священник уже 40 лет. 40 лет в священном сане. И вот у нас был царство небесное, отец Александр, вот тогда. Он был молодой, вот у нас. Это какой? А? Бурдин? Отец Александр по фамилии Бурдин? Ну, он в Курагина был у нас. Я фамилию его не помню. Не скажу вам. Просто, что отец Александр. Вот когда церковь деревянной все построили, там его около церкви, при церкви и похоронили у нас. То есть прямо рядышком. Это его заслуга была. И, грубо говоря, когда он был еще, вот у меня, я и пришел тогда к нему в церковь. Молодой тогда еще был. А знаете, время было же 90-е, время было шальное. Мы, народ, были шальные. А вот отец Александр нас на путь истинный направлял все время. А вы в самом Красноярске живете? Нет, я живу в Курагинском районе Курагина. А в Красноярске часто бываете? Да, что там делать? Мне ехать до Красноярска 500 километров, ну, бывает раз. О, это далеко. Нет, ну, недалеко, ну, как бы неинтересно. Нет, я хотел вас познакомить с моим знакомым, который прямо в Красноярске. Он преподаватель в университете, в академии и преподает еще и при метрополии. Я понял. Мне ближе до Абакана ехать. Мне до Красноярска 500, хоть я живу в Красноярском крае, я живу около города Аминусинска. У нас Аминусинский район, Уральский район. У вас Абакан недалеко? 100 километров от меня Абакан. Здорово. Вы съездите туда в церковь, в церковь там Константина и Елены, и там служит отец Геннадий Фаст. Фаст, он доктор богословия. Он в моем доме обратился ко Христу. Православным был минонит немец. У нас сейчас отец Куракин и отец Игорь. Карнатов, может быть, как Карнатов, по-моему, фамилия у него. Это вы не слышали такого? Я нет. А вы ему скажите, он знает, нет, Геннадия Фаста в Абакане? Он сразу скажите. Он, конечно, он знает. Его, потому что нам, он к нам приехал из Абакана в свое время. Когда вот уже отца Исамда не стало, отец Игорь к нам приехал. Он как раз именно, потому что объединили Хакасию и Красноярск, как бы они под одним ходят патриархатом, то есть вот, ну, в смысле, по своему, вместе там. Мы там были. Я там тоже книги отдал. Мы везде все города объехали, какие могли достать. Я понял. Мы проехали до Лиссабона. Представьте, от Владивостока до Лиссабона. Проехали Скандинавию, Прибалтику, Турцию прошли. Подарили в 650 библиотек полный комплект книг. А один комплект стоит 750 евро. А у вас это самое... Ну, в смысле, вы где-то пишете, или у вас свои печатные станки? Как вы это все делаете? Как у вас все это происходит? Или вы отдаете издательство, ну, чтобы большое издательство книги? Как вы это делаете? Ну, как, допустим, у меня огромный материал, фактически. Я проповедник, во-первых. А потом я вел занятия сразу в пяти университетах преподавал. Тринадцать школ, три радиопрограммы еженедельно. И со всех воинских частях, во всех отделах милиции. И вопросы всякие поступали в письменном виде. Я не дослышу. А потом я отвечал. И стали просить дать их в книжном варианте. А я даже не знал и не слышал. А потом пришлось вверх стать. Каждая книга 752 страницы. Это не просто так. Это тома большие. И у меня вышло в бумажном варианте 38 томов. Отец, а в час рулетки что вы делаете? А что должен делать врач? Вот здесь... Лечите на руку? Я понял. Обстоятельство такое. У нас был близкий человек, брат во Христе. Он 17 лет лежал парализованный из Воронежа. Иконописец. У него движимо было только вот эта часть из всего тела. Остальное вот так вот. И он писал иконы. И вот он перед самой смертью, ему было уже 47 лет, 17 лет парализованный. И он зашел в этот час рулетку. Я про него не знал даже. И он выставил два ролика. Я посмотрел, Господи, это Содом и Гамора. Я тогда помолился, Господи, дай мне талант Сергея. И зашел сюда. Сейчас я могу ошибиться день-два. Ну, примерно уже 78 дней я здесь нахожусь. Скольким людям возместили. Я считаю, Псалтырь, Евангелие, Рассказы. Говорим о... Я общаюсь с украинцами. Я пытаюсь этих бесов просто понять, чтобы они поняли, что мы один народ. Но они не осознают. Да, мы были на Украине, проезжали туда и сюда многократно. Как извини, что сейчас там творится на Украине? Что это творят с храмами? Я тебе рекомендую, поставь Украину как-нибудь пообщаться. Ты с ними общался уже с украинцами? Постоянно общаемся. У нас жены... У брата жена украинка там и другие. Со мной живет вместе вот в этой квартире. Ну, брат родной. Тоже фамилии-то... Ну, они ничего по-украински-то уже не знают. А только на О. Я понял. Галушко все они, да? Да. У нас очень хорошая знакомая на Украине. Очень хорошая. Я там книги подарили в Харьков, в Киев, в Одессу, Николаев. По полному комплекту. Мы по Украине много колесили. Понятно. Ладно, отец. Благо у всех начинания. Так, если будет желание, вы заходите на наш Ютуб. Во свете Библии Игнатий Лапкин. А если по скайпу, только Игнатий Лапкин. Запомните. И вы сразу зайдете. Я один с этой фамилией на весь интернет. Это скайп у вас свой, да? Да, в скайпе у меня 14 990 роликов. Ну, как по иконе вы поняли, меня зовут Николай. Поэтому я всегда стою. Вы заходите на наш канал. Вы увидите, как мы с вами разговаривали. Вы все записываете, да? Все записывается у нас. Я понял. Вы ютубер. Блогеры называют. Потому что мы... Блогеры, да. Мы называем... Это не ядцы, отец. Ну, про вас так не скажу. По мне, блогеры... Мы строим деревню православную с нуля. Деревню. Деревню с нуля строим. Православную. А их разрушено 21 тысяча. У нас может поселиться, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Это первый разговор. Отец, я не пью, не курю, но матерюсь. А это не годится. Не получается мотивиться, потому что, когда в тайге работаем, туда-сюда, люди по-другому не понимают. Без мата работают очень плохо. Неправильно. Вот, послушайте. Я же так даже бездарно работаю. Вот мне 80 лет, я еще ни одного матерка не сказал. А работать, когда после техникума меня, ну, вся семья пролетарств, отец инвалид войны, меня сразу в органы МВД назначили. Ну, это... Год-то какой, я сейчас могу сказать. Это 59-й год. 59-й. Это советская власть еще. И меня направили работать в органы МВД, строго режимный лагерь. А потом в армии пришлось сколько быть. Я на большой должности был, да. Такую должность дали. Я не офицер. Такая должность была, что... А как это ситуация? Скажи, куда зайти? Я просто в Ютубе посмотрю. Ютуб называется «Во свете Библии». «Во свете, да?» «Во свете», свет светит, как от солнца. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Вот я спрошу вас. Вы в армии служили? Да. Скажите, пожалуйста, увольнительную, когда человек там находится, не то, что домой дали, а просто воскресный день пришел. Насколько ему дают увольнительную? Отец, мне повезло. Вообще, увольнительную давали по 4 часа, но у меня такая должность была. И у меня был свободный выход до 11 часов вечера. Восьми утра до 11 вечера. Я был в 6-м человек. А вот теперь я послушайте, скажу вам. А у меня увольнительная была. 1 января выписывалась, до 31 декабря. А какая должность такая? Когда я где служил я? Да это срочная служба. Служил я. А у вас такая была? Вы спрашиваете, у меня или у вас такая была? Или вы меня спрашиваете? Это должность у меня. Какая должность такая существует в армии, чтобы в срочной службе увольнительная была на год? Не знаю. Я когда говорю, так даже военные не верят. А когда скажу, они тогда улыбаются. Но это уже так. Вот меня сразу поставили рядовым и сразу старшиной. Я много занимался. Видимо, они видели это. И дали мне должность такую. Техник, смотритель, воинские здания, ракетных войск Дальнего Востока. Я должен был определять, кому из офицеров какую квартиру давать. А я поэтому занимался разными языками. Я доеду до Хабаровска. Ты дня на два остановлюсь. Я занимался одновременно почти на семи языках. Мне это дорого все было. Короче, полигод. Очень даже, очень. А работал в две смены, семь месяцев в лагере-то. Без выходных. Так я, когда в армию призывали, так я военкома готов был обнять. В армии считать тяжело, а тогда в морфлот взяли, четыре года. А у меня все легко. Я очень спортивный был. Ну и нигде я стрелял. Там, говорится, ИСА-100 или 99. Вот сейчас спрашивают, а кем вы хотели быть, когда узнают мою биографию? Я говорю, террористом, больше никем. Отец рассказывал, как коммунисты раскулачивали. И кто погиб там, где люди-то. Я маленький готовился к этому. У меня ружья, ножи, нырять, по деревьям лазить. Я все время тренировался и команду готовил. Рядом собака ученая лежит. А Господь сказал, тебя будут гнобить, тебя будут давить. И у меня началась полоса, как уверовал я, это было в 1962 году. У меня пять тюрем прошел. Меня только мучили 26 лет. И психиатрии еще только не делали. Это вы все найдете, если зарядите сайт. В сайте. Там книги мои. Я как-нибудь посмотрю. Вы оттуда не вылезете. Там государственные фильмы, в то время еще при советской власти. Ну, уже раздрай был. Первое место один фильм занял на международном киноконкурсе, а второе первое место в России. Понятно. Это не просто. У меня начальник детского лагеря, сам его Господь помог основать, 45 лет. И у нас лозунг висит, Россия должна встать. А второй лозунг, Россия, это мы. Дети маленькие, все скандируют, Россия, это мы. Но если вдруг будете у нас в Курагинском районе, так что можете посмотреть и нашу церковь. Может быть, в вашем Курагинском районе и в районной библиотеке мои книги есть. Мы по районам ездили в Красноярском крае очень много. Ну, Красноярский край очень большой, вы же знаете. Да, ну, до самого, кажется, ледовитого. Да, да, да. Поэтому, если вы в сторону Минусинска ездили, то есть... В Минусинске наши родственники живут. Я там был, на могилу ходил... А рядом у нас, смотрите, вот идет Минусинский район, вот Хакасия, Минусинский район, и сразу Курагинский. Но в Красноярском крае Курагинский район самый большой район. Вообще занимаемся и живем, вот у нас, ну, тайга у нас. Нас тайга кормит. Живем мы тут, и вокруг нас староверы. Живем со староверами. Так вот, у меня друг, старовер, он был начальник радиостанции Рокоссовского, Константина Константиновича. Всю войну прошел. Я знаю, кто такой Рокоссовский. Его судили за то, что он начал там проповедовать протоколы стеонских мудрецов. Его приговорили к расстрелу Устинов Александр Иванович. Ну, и он, там, Меркулов почему-то был, заместитель Берии. Это дело серьезное, говорит, было. А, был, да? Да, и ему помилование пришло, и дали 25 лет, заменили сами. Он, я, говорит, не просил. Я говорю, я хочу... А почему помиловали? Ну, я смеюсь над этим. Помиловали. 25, поражение, еще 5 лет, и 5 лет домой не ездить. 35 лет. А Сталин-то, говорит, скопытился, он через 2 года, 4 месяца вернулся домой. И он в Минусинске умер, я туда ездил на могилу к нему. Ну, великий труженик, старовер, старобрядец, белокридистской иерархии. Ну, вот, вокруг меня живут. Они есть трудолюбивые люди, упрямые. А я сейчас у них, допустим, они у нас молодцы, но сейчас они их позвяты, они у нас пекут хлеб, пекут его на закваске, без дрожжей, и все в русских печах. Я всегда их хлеб покупаю, только беру у них, чтобы кушать. Ну, они упрямые, ужасно. Ну, все трудолюбивый народ, я, допустим, с ними работаю. Сейчас вот, тоже вызвану староверу, скоро он заходит на свою деляну. Я там тоже с ним гуляю, что там буду. Они молодцы, с ними можно работать. У нас, это, губернская газета, Алтайская правда, и в ней большая статья на развороте была написана, у злого человека голуби не живут. А я тогда, у меня сестра там, я говорю, ты поищи среди своих, голубей кто держит или нет, старобрядцы, они очень сердитые. И она два года искали, не нашли, наконец одного нашли, говорит, в Красноярске один. Я говорю, он может пришел к старобрядцам с голубями? Ну да, они не любят. А у меня, я говорю, три голубя от нее. И даже в комнате у меня воркуют. А у меня, ну, у меня, в свой коттедж у меня тоже на крыше голуби постелились. Вот так, деревни сильно нет у нас голубей. Даже удивляюсь, на жидкостанцию приезжаю, вот в городах много голубей, у нас мало. А у меня на крыше живут они. У меня, заколебали. Они меня постоянно, знаете, что забивают? У меня дети отдушины идут, да, на крышу. То есть, ну, дети плохо, как вы поняли, да, то есть там, с туалета, с ванной, с кухни. Они постоянно почему-то их не мусором забивают. Они не мусором забивают, гнездо делают. Это не они. Если это снаружи крыши, это галки делают, галки. Нет, нет, они у меня внутри крыши живут. А под этой, то они как могут забивать? Они только рядом могут. А внутри-то они не попадут, если у вас труба выше крыши. Они на потолке у вас живут, они на крыше. У меня все сделано, там идет из кирпича. У меня кирпичник, оттуда из кирпича. И они туда как-то умудряются. Не знаю. Я смотрю, ветки падают, то ветка упадет, то еще что-нибудь. В трубе голуби никогда не вьют гнезда. Вот в чем дело. Это галки. Галка там. Галки у меня. Галки я не видел, а голуби. Ну, не знаю, значит, как-то маленько что-то непонятно. У меня нету галок на крыше. Так, вы когда зайдете на наш YouTube-канал, вы увидите весь наш разговор с вами. Вам будет интересно. Ну, хорошо, отец. Я всем запрещаю выкладывать меня, а вам, отец, разрешают. Да, меня чего? Да если бы запрещали, я все равно поставлю. Это моя работа. Я понял. Не, ну там, допустим, если какие-то блогеры, которые, они должны мне разрешение спросить. Нет, если это где, если это в YouTube-е. А если это в чат-рулетке, здесь никто никого не спрашивает. В чат-рулетке никакие правила не действуют. Я понял, отец. Никогда. Здесь только правила разврата. Кто кого соблазнит быстрее? Ну и как, соблазняете народ? Ну что, половина голая, половина. Процентов 80 мусульмане. Вот и решай. Я понял. Ладно, отец. Счастливо. Счастливо. С Богом. Вас как звать-то? Еще раз. Николай, как икона. Николай, как икона. Благословит вас Господь. На всякое доброе дело. Старообрядцам поклон передавайте. Скажите, всередил человек из старообрядцев. Они меня там многие знают по имени Игнатий Лапкин. Хорошо. Они знают, потому что там родственники живут. И когда они начинают что-то оспаривать, они не могут спорить. У них знаний нету. Они Библию не знают. А, нет. Ну, у них знаний нету. Но если, конечно, съездить к их ведунам, то у них-то знания есть. Я с ними общался. И книги у них интересные. Да они в интернете выставили. Выставили, говорит, с Игнатием Лапкиным. У нас, говорит, никого нету. Кто бы, говорит, старый раз. Был Евгений Бобков, так он погиб. Да? Да. Давай, счастливого удачи вам тоже в начинании. Всего хорошего.